Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Когда мне было 5, мама встретила очередного мужчину и захотела быть с ним, но он поставил ей условие, возьмет ее, если не будет меня. Мать с легкостью променяла сына на чужого мужика, просто привезла меня к моему отцу, сунув в руки все нужные документы. Она позвонила к нему в двери, услышала звук открывающегося замка и убежала, а меня оставила стоять. Дверь открыл отец и опешил. Он понял, кто я, завел в квартиру. Его семья приняла меня хорошо. Отец хотел сначала отдать меня в приют, но его супруга не позволила этого сделать, сказав, что я ни в чем не виноват. Просто святая женщина. Я сперва ждал родную мать, думал, что она вот-вот вернется, а потом перестал и стал жену своего отца называть мамой. Мой отец не испытывал ни к одному своему чаду нежных чувств, что уж говорить обо мне. Меня он считал лишним ртом, но продолжал содержать, как и других членов семьи. Отец имел весьма деспотичный нрав. Когда он возвращался домой, мы запирались все вместе в детской комнате и пытались не попадаться ему на глаза. Его жена не могла уйти от мужа тирана. Детей он бы не отдал ей принципиально. Вот так годами и терпела все. Когда он все-таки ушел к очередной девице, мы все облегченно выдохнули. На тот момент мы уже почти повзрослели. Сестра с братом были в выпускном классе. Мы были ровесниками, поэтому я тоже готовился к экзаменам. Будучи выпускниками, мы помогали друг другу, подтягивали по учебе. Мы все мечтали поступить в престижный вуз. Отец хоть и не был с нами нежным, но оплатить институт обещал и сдержал свое слово. В итоге мы выучились, получили те профессии, о которых мечтали. Спустя время наш отец скончался, оставив после себя неплохое наследство. Его последней пассии не досталось ничего. Она попросту не успела его окольцевать. Ну а мы все стали полноправными владельцами его компании и банковских счетов. Мы продолжили развивать фирму. В один момент нужно было ехать за границу, открывать новый филиал. Решили, что главным в этом деле буду я. Я захотел забрать с собой нашу маму. Она уж точно достойна была уехать в теплые страны. Сестра с братом поддержали меня. В день, когда мы должны были уезжать, вдруг нарисовалась моя родная мать. Я узнал ее сразу. Сынок, я твоя настоящая мать. Ты забыл меня? Ты такой взрослый, а я так скучала и переживала, как ты живешь. Давай, наконец-то будем жить вместе. Я поразился ее наглостью. Конечно, я помню тебя. А еще, как ты убегала от дверей, оставив меня совсем еще маленьким. И ты мне не мать. Моя мама сейчас уезжает вместе со мной. А тебя я даже знать не хочу. Развернулся и ушел. И ни капли не сожалею. Моя мама, та, что не побоялась взять ребенка своего мужа и посторонней женщины, подарившая мне море любви и ласки. Она была рядом, когда я болел. Когда мне впервые разбили сердце, она учила меня, прощала мне шалости, терпела мои капризы и ни разу не напомнила, что я ей не родной. Для нее я стал сыном. Для меня она стала мамой. Другой у меня нет. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.